Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Количество вакансий в Самарской области превышает число соискателей в 7,5 раз. Университеты и предприятия создают новые механизмы, чтобы привлечь на работу молодых специалистов. Самарские школьники получили возможность освоить навыки судостроения. Для этого открылся профильный класс, где подросткам будут давать уроки преподавателей технических вузов и колледжей. В областной столице прошла творческая встреча с народным артистом России Владимиром Стекловым, о чем актеры спросили самарские студенты. Жители Самарской области смогут проголосовать за благоустройство своих городов с 15 по 17 марта. Президент Владимир Путин отметил в послании Федеральному собранию, что соавторами планов развития городов и поселков должны стать сами жители. В рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самарском регионе с 2019 по 23 год благоустроено 790 общественных и 1586 дворовых территорий. В 2024 году работы по обновлению начнутся на 122 общественных пространствах и в 232 дворах. За всеми этими цифрами главные активные и неравнодушные люди, которых приглашают к участию на всех этапах реализации, отметил губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона призвал жителей не оставаться в стране и участвовать в изменениях во благо области. Рейтинговым голосованием в марте будут охвачены 12 муниципалитетов региона. Яркие краски, вдохновляющие лозунги на стенах, уютные раздевалки и тренерская. Так теперь выглядит спортивный зал в 24-й Самарской школе. В его торжественном открытии приняла участие глава города Елена Лапушкина. Какие еще изменения произошли в спортивном зале школы, расскажем в нашем сюжете. Новая система отопления, обновленные туалетные, душевые комнаты и раздевалки. Новое напольное покрытие и спортивное оборудование. Яркие стены. По словам директора Самарской школы номер 24 Марины Романовой, дизайн-проект и цветовое решение нового спортзала утверждали всей школой. Это наша задумка, наше решение – покрасить его в такой радостный оранжевый цвет в сочетании с серым. И оформление, которое написано «Готов к труду и обороне», это уже делали наши сотрудники школы, оформляли зал рисунками. Дети с нетерпением ждали, когда же они смогут зайти в новый спортивный зал. В торжественной церемонии открытия спортивного зала приняла участие глава города Елена Лапушкина. Президент в своем послании подробно рассказал о тех инициативах, которые запускаются вновь по ремонту школ, по обновлению инфраструктуры, по пропаганде здорового образа жизни. Вот это и есть пропаганда здорового образа жизни, вот это и есть пропаганда спорта. Я надеюсь, что детям в этом зале будет уютно и действительно будут выдающиеся спортивные результаты в дальнейшем. Капитальный ремонт спортзала провели на средства частного инвестора. Мы рады, что детишки получили новую школу, новый спортивный зал для игр, для развития. Растим новых чемпионов. Ранее за счет частных инвестиций утеплили и отремонтировали фасад и провели текущий ремонт внутренних помещений школы. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. В Самаре ученики школы номер 55 получили возможность освоить навыки судостроения. Для этого открылся профильный класс, где подросткам будут давать уроки не только учителя школы, но и преподавателей технических вузов и колледжей. Подробности узнали наши корреспонденты. Я думаю, что как раз с вас эта замечательная традиция, традиция преемственности поколений, когда родители будут работать на судостроительном предприятии, их дети учатся в замечательной 55-й школе, эта традиция начнется именно с сегодняшнего дня. Самарским школьникам предоставили возможность изучать азы судостроения. К ученикам будут приходить преподаватели из университетов и техникумов и проводить практические занятия. На таких уроках школьникам, например, расскажут о кораблях, профессии инженера, объяснят, как устроен компас. Окончив школу, подростки смогут поступить в Самарский технический университет, на факультет машиностроения, или в нефтетехнический техникум Новокуйбышевска. Мы знаем, что для каждого человека одно из наиболее, наверное, важных, это как можно раньше определиться, чем человек хочет заниматься вообще в этой жизни, для чего он, собственно, рожден. И у ребят такая шикарная возможность, по сути, получить еще даже до техникума какие-то первоначальные навыки рабочих и даже инженерных профессий. В будущем, безусловно, им будет гораздо проще поступить и в техникум, и в вузы. Я очень рад за наших ребят, за ребят Сухой Самарки, в частности, учеников 55-й школы. Профильный класс открыли совместно с судостроительным предприятием в школе номер 55 в Куйбышевском районе. Для учеников отремонтировали кабинет, оформили доску профориентации, сшили жилетки с гербом класса. Профориентационная работа – важное направление деятельности городского департамента образования. Эксперты делятся с учащимися своим опытом, а школьники приобретают необходимые знания. У многих детей родители работают на кораблестроительном заводе. Папа Саши Плехановый – моряк. Теперь у нее появилась возможность пойти по стопам отца. Девочка будет учиться в профильном классе. Они очень сильно обрадовались, потому что это очень познавательно, довольно-таки в столь раннем возрасте, узнавать такие вещи. Очень круто. Это уже не первая образовательная программа, в которой задействован кораблестроительный завод. В Самарском техническом университете обучают 4-3 курсников. Эти студенты станут инженерами и будут проектировать корабли. Мы будем повышать престиж технических профессий. Вот это наша основная задача, чтобы у ребят не было страха перед цифрами, и чтобы они с удовольствием шли в технические науки. Будем работать с классом, организовывая мероприятия по профориентации в сфере кораблестроения, патриотического культурного плана. И надеемся, что удастся сформировать правильные ориентиры у школьников. Судостроительное предприятие будет всячески помогать школе. Откроются тематические кружки, клубы, музей самарского кораблестроения. В кабинеты закупят новую технику. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События. В России наблюдается острый дефицит квалифицированных специалистов во всех сферах. Как справиться с HR-вызовом? Эту задачу решали на стратегической сессии в Самарском университете имени Королева. В зале руководители вузов и предприятий Приволжского федерального округа. Подробности в нашем сюжете. Проблемы кадрового обеспечения промышленных предприятий обсудили руководители производств, областного министерства труда и представители университета. Сейчас количество вакансий в Самарской области превышает количество соискателей в 7,5 раз. Университеты и промышленные производства создают новые механизмы для привлечения на работу молодых специалистов. Ограниченность трудовых ресурсов есть, потребность есть. И вот как раз сегодня тот механизм, который будет обсуждаться, это тот эффективный действенный механизм, который может нам позволить повысить эффективность занятости и для наших работодателей обеспечить трудовые ресурсы кадры соответственно необходимой квалификации. В данных условиях, в которых мы находимся, нам нужно рассчитывать на себя. А для этого мы должны готовить и собственный кадровый потенциал. В рамках национального проекта «Демография» в Самарском университете имени Королева существуют программы дополнительного образования. Программы предлагают востребованные профессии на рынке. Трудоустроиться после обучения не составит труда. В 2023 году возможностью получить дополнительное образование воспользовались 6 тысяч самарцев. Сегодня мы также будем обмениваться опытом по дополнительным программам образования для различных категорий людей, например, таких, которые имеют статус безработных, либо это мамы, которые тоже безработные, находятся соответственно с детьми дошкольного возраста, либо это те, кто в декретном отпуске, ну и другие категории. Внедрение новых практик в образовательный процесс для подготовки специалистов проводилось совместно с Томским государственным университетом. У нас давние партнерства, ряд совместных сетевых программ, поэтому мы решили этот опыт, который мы накопили в своих собственных регионах, сегодня масштабировать на предприятия страны. Для того, чтобы привлечь молодежь работать в промышленной сфере, на предприятиях предлагают организовать ведомственные детские сады, школы и предоставлять жилье для кадров и их детей. У студентов довольно-таки большой выбор. Они очень владеют рынком и рынком труда. И, конечно, они ищут там, где им на сегодняшний день лучше, где больше заработной платы, где лучше условия. Для них переехать не составляет никакого труда в любой другой город. Поэтому, конечно, мы принимаем все усилия, чтобы они оставались у нас, по крайней мере, в Самарском регионе. Для решения проблемы нехватки специалистов-руководителей промышленных предприятий приглашают присутствовать при защите выпускных квалификационных работ. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Маленькие пассажиры – самые уязвимые участники дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции вышли в профилактические рейды детской удерживающей устройства. Они остановили более 30 водителей. По статистике, ребенок получает серьезные травмы из-за того, что мама и папа относятся безответственно к его перевозке в автомобиле. Горе родителей наказывают рублем. Ксения Баканова продолжит тему. Прежде чем начать свой путь, про малютку не забудь. Безопасность – фактор важный. Это должен помнить каждый. Подготовь ребенку место. Усади его на кресло. Пристегни. Едь не спеша. Берегите малыша. Зоркий глаз инспекторов ГИБДД сканирует каждый проезжающий автомобиль. Сегодня они вышли в профилактический рейд детское удерживающее устройство. Цель мероприятия – не застать водителей врасплох, а напомнить о правилах перевозки маленьких пассажиров. В детстве Кристина Стрюк попала в ДТП. Говорит, даже вспоминать страшно, хотя с момента аварии прошло много лет. Поэтому она, как ответственная мама, внимательно следит за безопасностью своего ребенка. Детских тогда кресел не было. Поэтому я очень рада, что в данный период времени мой сын именно умеет возможность ехать в кресле. И всем родителям рекомендую не пренебрегать этим, а покупать хорошие, качественные кресла для своих детей. Место возле парка Гагарина выбрали не случайно. Вблизи много школ и детских садов, куда мама и папа ежедневно отвозят детей. Сотрудники ГАИ поясняют – в основном родители правила соблюдают. Однако и нарушители тоже встречаются. Выписывается постановление и накладывается шраф в размере 3000 рублей сразу. Предупреждений за данное нарушение нет. Хотелось бы пожелать, чтобы все пристегивали детей в детских удерживающих устройствах и, соответственно, учили их правилам дорожного движения. По словам специалистов, бояться стоит не наказание, а тяжелых последствий. По статистике, сотни детей получают серьезные травмы только из-за того, что мама и папа относятся безответственно к их перевозке. Сотрудники ведомства отметили примерных водителей и маленьких пассажиров. Чтоб наша встреча отложилась у вас немножко в памяти. Памятный подарок вам, вашему ребенку. Соблюдайте правила дорожного движения и нарушайте. Всего хорошего. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. 1 марта годовщина образования специального отряда быстрого реагирования «Омега», входящего в структуру управления Росгвардией по Самарской области. Подразделение было создано в 93-м году, в период разгула преступности, для оказания силовой поддержки оперативникам РУБОП. С тех пор офицеры СОБРа неизменно находятся в эпицентре масштабных событий и нештатных ситуаций, там, где требуется высочайший уровень подготовки и профессионализма. Бойцы отряда участвовали в сотнях операций по задержанию особо опасных вооруженных преступников не только в Самарской области, но и за ее пределами. Нейтрализовывали участников незаконных вооруженных формирований, противостояли терроризму. Порядка 400 спецназовцев удостоены высоких государственных наград. Сотрудники СОБР «Омега» оказывают содействие своим коллегам из ФСБ, полиции, Следственного комитета, осуществляя силовое сопровождение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по самым резонансным уголовным делам. Далее коротко о других темах дня. В России ужесточаются требования к ипотечным кредитам. Центробанк повысил надбавки к коэффициентам риска. Это нужно, чтобы ограничить закредитованность граждан. По данным Центробанка, за два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, выросла почти в два раза и составила 47% в третьем квартале 2023 года. Кредиты для приобретения жилья с низким первоначальным взносом до 20% достигли половины от всех ипотечных выдач. Как указывает Центробанк, если ситуация стабилизируется, и банки вернутся к более консервативным стандартам жилищного кредитования, надбавки могут смягчить. Договоры ОСАГО можно будет заключать на период от одного дня до трех месяцев и от трех месяцев до года. Закон, позволяющий это, вступает в силу 2 марта. Предполагается, что в первую очередь эти полисы будут интересны таксистам, которые ведут такую деятельность не на регулярной основе. Также это может быть востребовано у водителей, которым необходимо совершать редкие или разовые поездки. Стоимость краткосрочного договора ОСАГО будет ниже годового за счет применения понижающего коэффициента. Дачники вправе начинать строительство дома на своем участке без предварительного разрешения и не уведомляя чиновников. Такие правовые позиции закреплены в одном из свежих постановлений Пленума Верховного суда. Однако прежде чем начинать любое строительство, нужно обратиться к юристам, чтобы они проверили участок, где и как можно строить. Поскольку рядом может проходить газопровод или водопровод, что накладывает ограничения, советуют эксперты. Осторожнее стоит быть владельцем новых построек, строение которым уже больше 15 лет, сносить вряд ли будут, но обяжут заплатить штраф. Сельскохозяйственных животных теперь обязательно нужно маркировать. Это необходимо, чтобы предотвратить распространение заразных болезней, а также выявлять источники и пути распространения возбудителей. Учет животных Россельхознадзор будет вести бесплатно, а вот маркировку их владельцы сделают за свой счет. Идентифицировать будут коров, свиней, домашнюю птицу, коз, овец, олени, верблюдов, пчел, выращенных рыб. Каждому животному или группе животных присвоят уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер и занесут в единую базу данных. Домашние животные маркировки подлежать не будут. Новые требования будут теперь предъявляться к зоомагазинам. Например, в вольерах у кошек должны стоять устройства для стачивания когтей. Также у щенков и котят должны находиться прорезыватели для зубов. Отдельные требования будут к чистоте, освещению, температуре, влажности воздуха и размерам вольеров. Есть отдельные предписания для каждого вида животных. Крупные сети магазинов уже перестали продавать кошек и собак, так как не могут обеспечить необходимые условия. Каждый год в мире диагностируют десятки тысяч случаев рака шейки матки. В группе риска женщина от 35 до 55 лет. Одной из причин развития недуга является вирус папиллома человека. Как обнаружить онкологию на ранней стадии и победить болезнь, расскажет Ксения Баканова. Екатерина до сих пор не верит, что оказалась в больничной палате. Профилактический осмотр у гинеколога она прошла еще в мае прошлого года. Врачи отклонения не выявили, однако результат одного из анализов вызвал сомнения. По совету специалистов, женщина пришла на повторный осмотр через 6 месяцев. Опасения оправдались, показатели ухудшились. Рак шейки матки – опасное заболевание. Наукой доказано, что причиной его развития является вирус папиллома человека. Пути передачи – это контактный и половой. Причиной развития патологий становятся так называемые высокоонкогенные типы вируса – 16 и 18. Они вызывают серьезные изменения в клетках, которые повышают риск развития онкологии. Надежный способ защититься от ВПЧ – пройти вакцинацию. Наибольший эффект достигается от 9 до 14 лет. Она предупреждает риск инфицирования вирусом папиллома человека, но не оказывает лечебного действия на уже имеющуюся ВПЧ-инфекцию и на заболевания, которые уже возникли на этом соме. Основным методом лечения рака шейки матки является хирургическое удаление опухоли. Однако есть и другие способы борьбы с недугом. Например, фотодинамическая терапия. Процедура проводится под эпидуральной анестезией. Человек находится в сознании, но перестает чувствовать нижнюю часть своего тела. Внутривенно вводит контрастное вещество. Оно накапливается только в тех участках, где присутствует очаг воспаления. Затем в ход идет лазер. Под воздействием его света происходит разрушение раковых клеток. Если небольшие участки можно за один раз, скажем так, его обхватить, и противодинам может занять около 20 минут. В случае, когда поражение большое, каждый участок обрабатывается поэтапно с экспозиции 20-30 минут. Специалисты отмечают, рак – коварное заболевание. Обычно оно протекает бессимптомно. И только на поздних стадиях состояние пациента резко ухудшается. Поэтому единственный метод обезопасить себя – регулярно проходить медицинские осмотры. Увы, симптомы появляются только тогда, когда процесс запущен. Почему? Мы и говорим, что необходимо проводить профилактическое посещение. Диспансерный осмотр не реже, чем раз в год. Выявляя на первой, второй стадии, мы можем полностью излечить до 95% случаев. По ходу к гинекологу женщине следует планировать заранее и ориентироваться на цикл менструации. На прием лучше записываться за пять дней до, либо через неделю после ее окончания. Именно этот период считается самым благоприятным. Во время осмотра врач возьмет мазок на онкоцитологию. Взятие материала берется с зоны стыка, чтобы в препарат попали клетки плоского и цилиндрического эпителия. Вирус проникает именно в этой зоне, в глубокие слои плоского эпителия, поражает эти глубокие слои плоского эпителия, нарушая деление и созревание клеток. Если в биоматериале обнаруживаются раковые клетки, то пациента отправляют на дополнительное обследование. Выбор метода лечения проходит на врачебном консилиуме и проводится в условиях стационара. Ксения Баканова, Петр Поломеев, События. Общение поколений. Народный артист Российской Федерации Владимир Стеклов провел творческую встречу в молодежном центре Самарской области. О чем шла речь, расскажем в нашем сюжете. Народный артист России Владимир Стеклов может запросто перевоплотиться в любой образ. В кино он сыграл огромное количество ролей. Снимался в известных фильмах «Криминальный квартет», «Дело», в популярных сериалах «Кадетство» и «Молодежка». Снимается Стеклов и сейчас, но в этот раз актер предстал перед самарским зрителем не в образе, который для него придумали режиссеры, а самим собой. Артист встретился с самарской молодежью, чтобы поделиться жизненным опытом и ответить на вопросы ребят. Поскольку это молодежное все-таки движение, хочется ощутить ту самую энергетику молодежи, почувствовать ее на себе и соответствовать ей тоже. Хотел бы очень, чтобы у нас случился диалог. На встречу в молодежный центр Самарской области пришли школьники и студенты. Они общались с актером театра и кино в формате вопрос-ответ. Многие из пришедших творческие ребята играют в молодежных театрах, интересуются искусством, кинематографом. Мне кажется, вообще в целом важно встречаться с такими известными персоналиями. Очень интересно на них смотреть вживую, потому что мы их видим с экрана слизера чаще всего, либо через компьютер. И когда ты видишь его вживую, задаешь какой-то интересующий тебя вопрос, и он тебе отвечает на этот вопрос, как будто бы повышается какая-то мотивация, и хочется после таких встреч творить и решить какие-то хорошие дела. Активисты узнали о работе актера в театре и в кино. Поделился Владимир Стеклов и своими историями из жизни. Все желающие в завершении встречи получили автограф. Андрей Бессонов, Полина Чулюкова, Петр Поломеев. События. В первый день весны в Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи. В грандиозном событии принимает участие делегация Самарской области. 180 талантливых молодых ребят. В течение 7 дней 20 тысяч молодых людей со всех регионов России и зарубежных стран будут участвовать в разных мероприятиях и программах на территории образовательного центра «Сириус». Впервые в истории фестивального движения среди участников и подростки от 14 до 17 лет. Для молодежи организуют семинары и мастер-классы по разным направлениям. В том числе международные отношения, спорт, культура, волонтерство. Всемирный фестиваль молодежи проводит по указу президента России Владимира Путина для развития международного молодежного сотрудничества. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре жители смогут проголосовать за одно из 20 общественных пространств для благоустройства. Это сквер по Зубчининовскому шоссе, сквер экономистов, парк Воронежские озера, сквер памяти ветеранов, парк Щерса, сквер имени Академика Кузнецова, сквер Скорбящей матери, сквер Аврора, сквер Калинина, сквер на Хлебной площади, сквер у памятника Чапаеву, сквер на площади памяти, сквер Солнечный, сквер УДК Искра, сквер Южный в поселке Красная Глинка, Ерик парк, территория Дубовой рощи Волгаре, территория детской площадки, прилегающая к бульвару по улице Челюскинцев, сквер Пушкина, сквер имени Монастырского. Набравшие наибольшее количество голосов объекты будут благоустроены в 2025 году. Отдать свой голос можно в дни выборов президента России с 15 по 17 марта в пунктах голосования. Их адреса легко узнать на сайте национальныепроекты.рф-благоустройство. Проголосовать может любой желающий с 14 лет. Помогать жителям будут волонтеры, сообщает телеграм-канал городской администрации. Проект Добрые новости вошел в топ лучших проектов форума «Сильные идеи для нового времени». Впервые конкурс запустили в Самарском регионе в 2012 году. В начале февраля этого года началась заявочная кампания нового сезона. В этом году три основные темы проекта. Заявки на участие принимаются до 26 апреля. В рамках проекта в этом году пройдут четыре конкурса. Конкурс социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости». Конкурс юных журналистов «Юнкор» имени Ильи Авдеева. Конкурс социальных постеров и лучших реализованных социальных проектов. Участниками проекта могут быть различные СМИ, рекламные и пиар-агентства, организации, отдельные лица, реализующие успешный опыт благотворительных проектов и программ, сообщает телеграм-канал «Вести с Дворянской». Продолжается прием документов на предоставление путевок по программе «Мать и дитя» детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении в санаторно-курортной организации, расположенной в Самаре. Право на получение путевки имеют дети-инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет включительно. Какие документы нужны для постановки в очередь, можно узнать по телефону 332 07 64 либо в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok